Добрый вечер, в студии Дмитрий Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажем о главных событиях округа к этому часу. В Ханты-Мансийске завершает свою работу кинофестиваль «Дух огня». Югорчане построят в Макеевке спортивные площадки. В Нижневартовске стартовал Кубок мира нефтяных стран по боксу памяти Фармана Салманова. И обо всем подробнее прямо сейчас. В Ханты-Мансийске завершает свою работу международный фестиваль кинодебютов «Дух огня». По звездной дорожке проходят как начинающие, так и уже известные режиссеры, актеры и медийные лица. Скоро станут известны обладатели главных кинонаград. Концерт на театральном центре «Югра-Классик» сейчас работает наш журналист Василий Сысуев. Василий, тебе слово. Добрый вечер, Дмитрий. Буквально с минуты на минуту мы узнаем, кому же достанется золотая, серебряная и бронзовая тайга. Традиционно на церемонии назовут победителей международного конкурса. В этом году в нем участвуют молодые режиссеры из Кыргызстана, Ирана, Индии, Бразилии, Казахстана и России. Шесть картин. Жюри, в состав которого входят знаменитые деятели искусства, отметили, что работы участников поднимают интересные и непростые темы. Несмотря на то, что это дебютные работы, выполнены они вполне профессионально. Я очень доволен подборкой в этом году. Я несколько раз был председателем жюри за свою карьеру, за свою жизнь. В этом году подборка я очень впечатлен. Она очень тонкая и глубокая. Высокая конкуренция среди российских режиссеров. На награды претендуют также шесть фильмов. Дебютанты из разных уголков страны удивили жюри. Споры были, но в итоге эксперты пришли к единому мнению. Совсем скоро его озвучат. По словам членов жюри, такие фестивали, как «Дух огня» дают начинающим дарованием возможность показать свои работы широкой аудитории и получить оценки от профессионалов. Фестиваль, который собирает работы начинающих кинематографистов, по сути выполняет такую функцию геройскую. Потому что мы обязаны поддерживать начинающих кинематографистов. Очень сложно снимать кино в разных условиях, особенно сейчас. И если кинофестиваль не будет поддерживать искусство как таковое, у нас культуры не будет. Но «Дух огня» включает в себя не только показы фильмов, но и другие активности. Круглые столы, дискуссии, творческие встречи. Например, только что закончился мастер-класс президента фестиваля и известного режиссера Эмира Кустурицы. Такие лекции от признанных мастеров дают возможность молодым участникам получить новые знания и опыт в области киноиндустрии. Также сегодня наградят победителей конкурса короткометражек и конкурса «На твое кино». Были на «Духе огня» и вне конкурсные программы. Их объединяют разные темы. Например, «Work in Progress» – это формат, когда режиссеры и продюсеры представляют на сут коллег еще не законченные фильмы. Но а на этом у меня пока все. О победителях расскажу уже в следующих выпусках новостей. Дмитрий, передаю тебе слово в студию. Спасибо, Василий. Мы продолжим держать вас в курсе событий. Необычный формат представили зрителям и гостям кинофестиваля «Дух огня» в концертно-театральном центре «Югроклассик». «Планета Рахманинов», а именно так называется проект, не просто биография композитора в виде документального кино. Это целое представление, главная особенность которого – живое выступление симфонического оркестра. Приобщиться к прекрасному смогла и наша съемочная группа. Удивительная история о жизни и страсти, о драме и вдохновении гениального музыканта Сергея Рахманинова. Погрузиться в мир великого творческого гения, чья музыка стала частью культурного кода России и всего мирового наследия, можно было на кинофестивале «Дух огня». Не случайно этот проект презентовывается здесь, на кинофестивале «Дух огня», который проходит под эгидой стран БРИКС и входит в программу председательства БРИКС. Потому что мы понимаем, что творческое наследие Рахманинова – это, по сути дела, гуманитарный дар всему человечеству. А в странах БРИКС проживают более 3 миллиардов 300 тысяч жителей. И мы понимаем, что как раз вот именно такое сотрудничество через вот эти вот культурные мосты, оно работает на дело мира, на укрепление связей между людьми. Сначала зрители смотрят фильм о жизни великого композитора, а уже потом погружаются в его творчество. Со сцены звучит его самое известное произведение – второй концерт для фортепиано с оркестром. Написанный в 1900 году, он стал одним из самых общеизвестных, популярных и исполняемых произведений не только Рахманинова, но и всей мировой классической музыки. Концерт и сегодня входит в репертуар практически всех ведущих пианистов мира. В нашем случае за роялем артист Московской филармонии Константин Хачикян. Почти часовой концерт он отыграл по памяти, без нот. Второй концерт Рахманинова – это одна из вершин творчества Рахманинова. Рахманинов – это, если можно так сказать, наверное, все-таки любимый мой композитор, поэтому я его играю, наверное, чаще других и даже в каком-то смысле мне удобнее других его играть. Вместе с пианистом на сцене музыканты Сургутской филармонии. А дирижировал худрук Сургутского симфонического оркестра Михаил Леонтьев, кстати, лауреат престижной премии имени Рахманинова. Любое мероприятие, которое может привлечь нового слушателя, особенно людей, которые далеки от классической музыки, но, например, любят смотреть фильмы, я считаю, любое такое мероприятие достойно уважения, достойно внимания. Любые способы привлечь и, как сказать, силой или лаской захватить нового зрителя, они достойны какого-то начинания, и мне кажется, это очень важная вещь. Проект получил поддержку из Института развития интернета и будет мультиплатформенным, то есть не только живые выступления, но и сайт с видео и аудиоподкастами. Именно это по замыслу авторов поможет привлечь классической музыке интерес слушателей, в первую очередь молодежи. Именно в этом проекте мы видим синергию между музыкой и кино. Кино, как документальное кино, есть следующий большой шаг – это полный метр. То есть данного рода проекты для нас, они стоят над национальностью, над территориями, они стоят над политикой. То есть вселенская музыка Рахманинов действительно в состоянии объединять просто народы. Планет Рахманинов – это только начало. Впереди у авторов проекта планируется целая серия выступлений, посвященная великим композиторам. Такой проект у нас первый. Я уверен, что не последний. Вот сейчас мы заканчиваем работу проектом, посвященным Николаю Андреевичу Рюмскому-Корскому, другому великому русскому композитору. Неделю назад ему исполнялось бы 180 лет. И вот мы приурочили к его этому юбилею. Планируется, что документальный фильм о Сергее Рахманинове станет полнометражным и художественным. Антон Войтович, Вильдар Муратов, телеканал «Югра». В Сургуте почтили память погибших в Крокус-Сити-Холле. Город принял участие во всероссийской акции «Мы вместе». Отдать дань памяти на площадь Советов пришли около 150 горожан. Это студенты, представители общественных объединений, трудовые коллективы и просто неравнодушные сургутяне. Под песню «Журавли» они выложили лампадками дату 22.03.24, когда и произошли страшные события в Подмосковье, унесшие больше 130 жизней. Этот теракт стал самым страшным в истории современной России со времен Беслана. Сегодня жители города, молодежь, студенты вышли еще раз отдать дань памяти тем, кто погиб. Сделали мы акцию свеча памяти, выложили свечами символическую дату, которая, наверное, как и Беслан, надолго останется в наших сердцах. Будем надеяться, что эти события больше никогда не повторятся. Эта боль, она останется с нами, но все-таки мы сильная нация, мы сильная страна, страна, которая особенно тем, что в ней проживают самые разные народы. И вот именно на нашей многонациональности хотят поиграть наши враги. Нет, мы вот этому не поддаемся. Россия сильная и одна из сил России. То, что мы едины и мы будем вместе. Мы будем помнить, мы переживем и мы станем еще сильнее. В подшефной Макеевке приступили к обустройству спортивных объектов у школ. Всего до конца лета в городе появится пять новых площадок для воркаута и одно футбольное поле. Сейчас специалисты устанавливают параметры площадок и что под ними находится, ведь некоторым из них уже более полувека. 89-42. Первый этап, после которого сюда, на эти поля, зайдут строители – геодезические исследования. Казалось бы, при чем здесь футбольное поле и геодезия. Чтобы узнать, насколько поверхность выше или ниже уровня. И где какие сети проходят инженерные. Площадка у лицея номер один постарше всех участников исследования будет. Есть за 60. И что находится под землей, все коммуникации, заложенные еще при СССР, надо установить. И не повредить. Мы находимся сейчас на территории спортивной площадки лицея нашего, которая была введена в эксплуатацию в 1966 году. Поэтому, видите, какое уже устаревшее оборудование. И очень опасно детям заниматься на нем. А хотелось бы в современных условиях иметь и современные спортивные площадки, и современное оборудование. Я так считаю, что это первый шаг к реорганизации, шаг на пути к лучшей спортивной жизни наших лицеистов. Физрук Сергей уже видит перспективы объекта и смотрит на них шире. Пространство большое надо? Для чего? Для метания. Конечно, метание малого мяча, 150 метров, теннис, грубо говоря. Вот отсюда, вот сюда, вот в этот сектор, конечно. Ну, воркаут, да, это очень хорошо. Второе, явно как бы волейбольную площадку сделать, облагородить, да, чтобы хорошая была. Чтобы можно было наткнуть волейбольную сетку, чтобы гаревое покрытие хорошее было, чтобы не на свадьбе мы работали. Всего до конца августа в Макеевке в рамках договора о сотрудничестве «Югра» построит пять площадок для функционального тренинга и воркаута. Виталий Сопрыкин, Карпун, телекомпания «Югра» в Макеевке. В «Югру» на вечное хранение прибыл ковчег с частицами мощей преподобных старцев оптинских. Православные угорчане могут приложиться к ним в кафедральном соборе «Преображение Господня» в Сургуте. Божественную литургию в минувшую субботу по такому случаю возглавил митрополит Павел. Оптинопустынь впервые упоминается в православной истории в конце X века. Главным образом через ее старцев. Всего их было семеро. В разные годы в это место за духовным советом и укреплением духа приезжали писатель Николай Гоголь, Федор Достоевский, Василий Жуковский, Иван Тургенев, Алексей Толстой, композитор Петр Чайковский, священник Павел Флоренский, а также ученый Константин Циолковский. В 1998 году в Оптинской пустыне состоялось обретение мощей преподобных старцев. Паломники со всего мира приезжают к ковчегу, чтобы обрести силу духа. Такая неограниченная возможность теперь появилась и у югорчан. Получение оптинских старцев, оно очень важно для каждого православного христианина. Поэтому пребывание в нашем городе Сургуте, самом большом городе, для нас это великая святыня и великая милость Божия, что они будут пребывать здесь. Они хотят, наверное, сломать нашу волю, сломить нашу волю, нас запугать. Но слава тебе, Господи, Он посылает нам вот такие святыни для укрепления нашей веры. И я думаю, что святые оптинские старцы будут молиться за нас, а мы будем приходить к ним, укрепляться в вере и побеждать. В России стартовала неделя отказа от зависимостей. Наркомания и алкоголизм объявлены самыми опасными проблемами современного общества. В целом по стране почти 28 миллионов человек имеют серьезную алкогольную зависимость. Около 70% случаев злоупотребления спиртным приходится на мужскую часть населения. Наиболее острая ситуация сформировалась в северных регионах. Так, Ненецкий автономный округ оказался свободным от наркотиков, но возглавил пятерку лидеров по количеству потребления алкоголя на душу населения за год. Югра же в этот список не вошла, однако отмечено, что каждый десятый житель округа страдает от разного рода зависимостей. По мнению специалистов, их у человека может быть сразу несколько. Не бывает, как правило, монозависимости, зависимости от одного вещества. Если он выпивает и курит, это уже как минимум зависимость от двух веществ. Особенно, если там курильщик со стажем, и никотин действительно действует на него как психоактивное вещество, вызывая у него в том числе зависимость. А если он еще, к примеру, злоупотребляет алкоголем, курит, и еще живет, к примеру, с нелюбимой женщиной долгие годы, и у них такой порочный круг, патологический танец привязанности, который они называют какой-то любовью, то о чем здесь говорить? Какая здесь зависимость от алкоголя? Здесь зависимость от алкоголя, от никотина, к примеру, эмоциональная зависимость, деструктивные патологические отношения. Здесь на самом деле комплексный подход всегда. Поэтому лечение любой зависимости начинается с нарколога, а продолжается с психологом и психотерапевтом. В Сургуте открылась школа для родителей недоношенных детей. Центр охраны материнства и детства стал 50-й площадкой в России, где молодых мам и отцов обучают ухаживать за младенцами, родившимися раньше срока. Инициатива создания такой школы принадлежит благотворительному фонду помощи недоношенным детям «Право на чудо». Каждую неделю в стационаре центра родители малышей, которые находятся на выхаживании в детской реанимации патологии новорожденных и недоношенных детей в педиатрическом отделении, смогут получить знания и навыки по уходу за ребенком, а также научатся оказывать неотложную помощь в экстренных ситуациях. Полученная информация поможет чувствовать себя более уверенно рядом с недоношенной крохой и подготовиться к выписке домой. Мы начинали пилотный проект с пяти перинатальных подмосковных центров. И когда увидели успех этого проекта, когда увидели, что родители действительно получают те необходимые знания и навыки, которые им пригодятся после выписки именно с недоношенным ребенком, потому что здесь много особенностей и в плане выхаживания, и вскармливания, и осложнения какие-то могут возникнуть в плане наблюдения, врачи увидели эффект в том, что мамы успокаиваются, начинают чувствовать силы, свои вера в себя, в своего малыша. Зимняя рыбалка становится опасной, предупреждают спасатели. Весна в Югре затяжная, однако яркое весеннее солнце быстро разрушает лед на водоемах. Там, где вчера была крепкая переправа, сегодня может появиться полынья. Сотрудники МЧС напоминают, что весенний лед опаснее осеннего. Если с началом зимы покров толщиной 10 сантиметров способен выдерживать вес человека, то под воздействием весеннего солнца и теплого течения ледяной панцирь быстро насыщается влагой и уже небезопасен даже при толщине полметра. К концу марта в Югре на зимних переправах начали снижать тоннаж проходящего по ним транспорта. Осторожности нужно соблюдать при спуске с берега, где лед быстрее промывается водой теплой талой, потому что лед размывается в течение суток очень быстро. В течение суток где-то примерно получается он может размыть 5-6 сантиметров, может быть и больше. Нижневартовск принимает международные соревнования. Сегодня состоится официальное открытие юбилейного 20-го Кубка мира нефтяных стран по боксу памяти фармана Салманова. Но состязания уже начались. В первых боях на ринг вышли 60 спортсменов. Это женщины в шести весовых категориях и мужчины в легчайшем, легком и среднем весе. Всего в столице Матлора собрались 165 спортсменов из 16 стран мира. И хотя в связи с санкциями стран-участниц стало меньше, чем на предыдущих турнирах, уровень соревнований остался по-прежнему высоким. Это юбилейный турнир, поэтому наша организация «Уграми Газпорт» к любому турниру подходит с большой ответственностью. Ну и в принципе здесь большое количество участников, уже таких именитых спортсменов, поэтому победа в этом турнире очень значима. Он очень важен как для нашего города, как для развития бокса в нашем городе, в нашем округе, так и для развития в России, потому что это уже на этом турнире уже наши российские спортсмены самосовершенствуются, получают тот опыт, который им необходим на международных стартах и выполняют норматив «Мастер спорта» международного класса. Слэдж-хоккейная «Югра» вчера размочила счет финальной серии игр с командой АКМ «Слэдж». Третий матч состоялся накануне в Ханты-Мансийске. Игрочане подошли к этой встрече без права на ошибку, так как АКМ выиграли два предыдущих матча, и в случае победы тулики впервые в своей истории стали бы чемпионами страны. Но у «Югры» были свои планы на этот матч. В начале первого периода Алексей Еремин реализовал численное преимущество и вывел хозяев льда вперед. Самым результативным вышел второй игровой отрезок. Киста АКМ «Слэдж» смогли сравнять счет, но югорчане моментально увеличили отрыв в счете до трех шайб. Свою голевую статистику поправили Михаил Мячин, Артем Карапухин и Игорь Малецкий. В третьем периоде Алексей Еремин поставил точку в матче 5-1. Таким образом, счет в серии стал 2-1. Команда играет до трех побед. Сегодня состоялся четвертый матч в серии. Напомню, что он завершился победой «Югры» со счетом 5-0. Эти соревнования проходят в рамках зимних игр полимпийцев «Мы вместе спорту». Я думаю, что они отдали все силы свои. А мы сегодня поднастроились не дать вылететь самим себе. Поднастроились, накопили силы, вышли, показали, что мы тоже умеем играть и умеем хорошо играть. Противник навязал свою игру и было тяжело выйти из-под их опеки. Под конец уже начали приходить себя, хорошо накатываться, хорошо бросать, загонять их. Но не хватило времени. Сегодня повезло противнику. Они сегодня хорошо отыграли. Реализовали все свои моменты, которые были. Мы допустили достаточно много ошибок, я считаю, сегодня. Может быть, какая-то расхлябанность была, может, какая-то несобранность. Может быть, все видели уже кубок над головой, но, опять-таки, никто не собирается просто так отдавать все. И надо биться до конца, идти до конца. Поступить в престижный вуз или колледж, получить востребованную специальность и работать в компании, стоявшей у истоков нефтедобычи в Югре. Такую возможность дает выпускникам югорских школ «Мегионнефтегаз». В день рождения «Мегионской нефти» завтрашним абитуриентам и их родителям компания представила новую социальную программу «Место роста». Регина Гауфы продолжит. На что будущим выпускникам обращать внимание при выборе специальности? Почему так важно уже сейчас определить свои жизненные ценности и как они связаны с будущей профессией? Ответы на эти вопросы школьники «Мегионна» искали вместе с приглашенным экспертом из Петербургского госуниверситета. Второе место – материальное благополучие. Третье – самореализация. Одной из самых активных участниц тренинга стала Вероника Вшивкова. Папа будущей абитуриентки трудится в нефтегазовой сфере. И дочь планирует пойти по его стопам. Важно только определиться с приоритетами и профилем будущей работы. Возможность карьерного роста, саморазвития и возможность обучаться чему-то новому. Также хотелось бы иметь возможность общения с разными новыми людьми. И, например, ездить на различные конференции и всякие профильные съезды. Все это может дать работа в «Мегионнефтегазе». Компания заинтересована в высококлассных специалистах, которые родились и выросли в «Мегионе». Поэтому помогает школьникам получить перспективную специальность, востребованную в родном городе. Важно начать задавать себе эти вопросы, потому что в течение жизни несколько раз придется проводить ревизию. И если начать делать уже в подростковом возрасте, каждый следующий выбор будет более осознанным. И ты сможешь, начиная принимать какие-то жизненные решения, сначала обратиться к себе и понять, а что для меня сейчас на данном этапе жизни ценно. Сделать осознанный выбор и состояться в профессии поможет социальная программа «Место роста». Это целевая подготовка кадров для «Мегионнефтегаза» в престижных образовательных учреждениях страны. В списке МГТУ имени Баумана, МИФИ, Высшая школа экономики, есть и средние специальные учебные заведения. Все затраты берет на себя компания. Во время учебы студентов ждет корпоративная стипендия, а после получения диплома – гарантированное трудоустройство. Мы ждем наших студентов, выпускников, для того, чтобы они стали уже частью «Мегионнефтегаза». Предоставляем им практику, рабочее место для того, чтобы они навыки свои отрабатывали в период практики. Ну и уже квалифицированными специалистами приходили к нам «Мегионнефтегаз». Предприятию нужны инженеры-экономисты, представители рабочих профессий, операторы по добыче, электромонтеры и сварщики. «Мегионнефтегаз» может стать для них местом роста уже сейчас, обеспечив молодым специалистам быстрый старт в карьере и возможности для профессионального развития. Регина Галов, Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра», «Мегион». У меня на этом пока все. Будьте в форме, не сходите с дистанции. С вами был Дмитрий Ярошенко. Далее прогноз погоды и коммерческая информация.